Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко и сегодня мы поговорим одновременно о патриотическом воспитании, о 23 февраля и даже коснемся немножко 8 марта. И как нам это удастся, вы сейчас увидите. Потому что у нас в гостях начальник штаба местного отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» городского округа Люберцы Алексей Андреевич Черкасов и Ксения Анучкина, юноармеец. А также во второй части ее место займет еще один или одна представительница этого замечательного движения – Ангелина Гриневицкая. Вот втроем мы сегодня поговорим обо всех этих, на мой взгляд, интересных вопросах. И сразу же, Алексей Андреевич, у нас есть кубок и у нас я вижу какой-то огромный диплом. Что выиграли? Да, здравствуйте. Ну как выиграли? Местное отделение было организовано в шестнадцатом году. Вот мы четыре года к этому шли. В прошлом году проводился смотр, конкурс местных отделений юноармии Московской области. Вот и по итогам мы заняли первое место Московской области. А вот вы так вот разверните перед собой, чтобы все... Вот, вот так, чтобы гордо. Диплом победителя награждается местное отделение ВВПОД, так расшифровывается российское военно-патриотическое общественное движение «Юноармия городского круга Люберцы». За первое место в смотре конкурсе местных отделений юноармии Московской области. То есть вы победили всех. А сколько участвовало людей? Участвовали все местные отделения юноармии Московской области. Ну там было еще два критерия. Рассматривались местные отделения до 500 человек и более 500 человек. Вот поскольку у нас более 500, в этой категории мы как раз и заняли первое место. А это имеется в виду, что полностью вся организация, там же, наверное, разный возраст присутствует, я так понимаю, участников. Как проходил этот смотр, как эта подготовка шла? Смотр-конкурс проводился, порядка 40 критериев оценки было. Начиная от численного состава, от регистрации их в федеральной системе юноармии, взаимодействия с муниципальными различными организациями, с общественными организациями, обеспечения формой, наличия комнат юноармейцев и так далее, и так далее. По вот этим всем критериям нас оценивали. Все замечательно, хорошо. Сейчас подключаем к разговору Ксению. Ксения, у меня всегда сразу же вопрос. Почему такая очаровательная, красивая, с бантиками, и такой полувоинизированный берет, значит, шеврон, все как положено, ну, немножко погон еще не хватает, и практически уже армия. Почему вы стали юноармейцем? В юноармию я вступила по примеру старшего брата, который являлся и кадетом, и юноармейцем. Он наступил в движение юноармии в самый первый год ее основания, и меня очень интересовало и нравилось все их выезды, их участие в тренированиях, их балы. Это все очень сильно меня интересовало. А вам что, кстати, больше нравятся, балы или соревнования? Лично мне больше нравятся балы. Правильно, ну вот хоть что-то у нас от 8 марта остается. Она замечательно танцует. Да, замечательно. Спасибо. А, кстати, я так понимаю, там же одно дело, ну, девчонки-то по идее должны всегда лучше танцевать, а мальчишек же тоже учат как-то правильно, что бал был настоящим. Для меня на балу мальчики ассоциируются, воспринимаются как настоящие офицеры, они всегда с прямой спиной, всегда красивые. Я сразу так как-то выровнялся, да, так. Все выглядят на балах великолепно, потому что все в красивых платьях, в парадной одежде, и это придает какую-то особую атмосферу мероприятия. Ну, а что вот испытывает все отделение, да, городского округа Люберца? Вы сказали, что больше полутыщи человек, да, участвуют в этом проекте, так скажем. Как отмечали, как праздновали, как поздравляли друг друга? Подготовка ко всем мероприятиям подобным нам происходит с конкретной подготовкой. Есть цель, все готовятся, все что-то делают, на каждом какая-то обязанность. И, безусловно, когда что-то кто-то выигрывает, все радуются и поздравляют друг друга. А у вас есть какая-то должность, какое-то звание уже, юнормия принято вообще звание или не принято? Как таковых у нас в местном отделении званий нет. У нас есть командир отряда, есть юнормец. Все, то есть все подчиняются командиру отряда. А командир отряда это кто? Командир отряда это самый активный, инициативный, пользующийся авторитетом юнормец. Ну а у него руководитель отряда это уже непосредственно сотрудник общеобразовательного учреждения. То есть правильно я понимаю, по аналогии с детским оздоровительным лагерем, или как раньше пионерским лагерем, то есть такой вожатый практически уже старший, но на самом деле из числа примерно того же возраста, и воспитатель. Ну что-то похоже. И кстати, в связи с этим, Алексей Андреевич, вопрос, а в чем отличие юнормии от других подобных детских, не подобных, а не от детских организаций, где, ну вот мы о лагере говорим, пионерском или детском, где люди просто отдыхают, там артековские смены и так далее. В чем отличие юнормии? Ну касаемо юнормии, если взять обычный лагерь пионерский, они приезжают на какую-то смену, ну как показывает практика, у них никакое-никакое сплочение происходит к концу смены, они разъезжаются. А в юнормии, вот изначально, когда в 16-м году были созданы у нас отряды, их на данный момент уже 19 отрядов, если касаемо количества, 598 человек мы приняли за все время в округе. Изначально Костяк был создан, и по мере работы, соответственно, юнормейцы приходят новые, отряды расширяются, то есть они уже приходят в сформированные коллективы, где организована дисциплина, организуются определенные мероприятия с юнормейцами, то есть они уже приходят в работающий коллектив, так сказать. Да, и которые работают постоянно, уже долгое время. Хорошо, Ксения, скажите, пожалуйста, ну а никто из ваших подружек, друзей, ну скажем прямо, не был удивлен, что вы вот выбрали именно юнормию, да, не какое-то там направление, не связанное с военизированной, с дисциплинированной организацией, а вот именно такое? Удивления от знакомых не было, у меня многие знакомые в рядах юнормейцы стоят, и все делятся впечатлениями от каких-то мероприятий, и это сближает. Ну вот расскажите одно мероприятие, вот куда вы приходите, как вам там команду смирно дают, как это? Я представляю, я же служил все-таки в армии, и вот пытаюсь сравнить сейчас, так оно похоже или нет. К примеру, если брать конкурс смотря «Строй и песни», то мы приехали, наш отряд приехал туда, ну, мы перед этим готовились, выполняли разные команды всем отрядом, и уже на выступлении мы показали то, к чему готовились, все обрадовались и тоже как-то сплотились после данного мероприятия. То есть вы ходили и пели? Да. Это знаменитое под барабан, все время под барабан, это я запомнил на всю жизнь. А что пели? У вас уже есть какая-то песня своя, ну, я имею в виду маршевая, наверное, какая-то, да? Они, наверное, разные, Алексей Андреевич? Ну, естественно, отряды выбирают песни, те, которые им нравятся. Ксения немножко скромничает. Был вот этот смотр-строю песнь, он был областной, в Подорске. И как раз юнормейцы кадетской школы, люберецкие кадеты, на этапе по строю подготовки они заняли первое место в области. То есть они выставляли пост номер один, почетный караул со сменой, и вот они были лучшие. То есть они шагали правильно в ногу и пели в ногу, как положено, понятно. А вот у вас личное отношение к такой военизированной составляющей, вам это нравится? И много ли у вас военизированной составляющей? Мне это нравится, потому что это все-таки дисциплина, военная подготовка. То есть сборка-разборка автоматов, к примеру. А вот зачем вам собирать, разбирать автоматы? Я понимаю, когда мужчина, да? Вот мои руки до сих пор помнят, потому что мы в армии, в общем-то, только этим и занимались. Пару раз стреляли, времена такие были. Но разборка была постоянная, чистка была постоянная. Вот. А вам зачем? Просто интересно. Это же увлекательно. Автоматы-то на стоянную, я имею в виду, новые какие-то или старенькие у вас? Где, кстати, автоматы берутся? Автоматы у нас есть не только автоматы. У нас есть и пистолеты, и пулеметы, и карабины. То есть это все макеты оружия, которые разбираются, собираются как натуральные образцы. Но не учебные ММГ. Вот. Детям нравится. Вот даже мы когда недавно привезли нам АК-12, последняя модель автомата, вот мне само было интересно разобрать его, посмотреть, насколько он отличается от АК-74. То есть дети с удовольствием этим занимаются. Ну и, конечно, там на скорость надо, да? Правильно, как положено? Обязательно согласно нормативам. Сколько у вас получается? У меня нет рекорда, я этим не увлекаюсь профессионально. Ну так. Иногда. Понятно. А теперь такой вопрос. Мы все-таки понимаем, что у нас есть 23 февраля, 8 марта, и понятно, что мы общаемся в каком-то тоже таком критерии важного такого праздника, Дня защитника Отечества. Все-таки кого больше в юнормии сейчас? Мальчиков, я так понимаю, или девчонки тоже составляют такой достойный, скажем, процент? Вот я не скажу, что кого-то больше, потому что я эту информацию особо не анализировал. Ну, скажу то, что есть у нас в 20-й школе, там даже есть отряд чисто девочки. В 11-й школе у нас... Женский батальон. Да, да, да. Ну, там два отряда, просто один есть с мальчиками, один с девочками. Вот. Но, как показывает практика, девочки иногда, ну, вот если взять строевое отношение, они более слаженнее и более четче выполняют приемы, чем мальчики. У мальчиков, наверное, только со временем приходят, а у девочек они как-то... Вот сколько раз девочек тренировал, они как-то объяснил, рассказал, они выполнили, потренировались. Понятно. Еще о кубке расскажите. Кубок, я так понимаю, к диплому прилагается, да? Вот, и с этим кубком все сфотографировались, да, всех получили удовольствие, все выложили в социальные сети, да, правильно понимаю? Обязательно. А кто конкретно, сколько человек конкретно заработал этот кубок, или это все отделение? Это все отделение, вот именно вот этот диплом, кубок, первое место, это заслуга непосредственно командиров отрядов, руководителей отрядов, вот, и, соответственно, заслуга тех, с кем мы взаимодействуем, а взаимодействуем в округе мы много, с кем это, к примеру, ну, администрация городского округа Люберцы нам оказывает полное содействие, вот, в проведении мероприятий, также мы взаимодействуем и с управлением по работе с молодежью, с управлением культурой, с управлением спорта. То есть контакты со всеми. Общественная палата, да, обязательно со всеми. На прошлой неделе подписано было соглашение о взаимодействии с нашим ДОСААФ, с военкоматом мы работаем, то есть различные направленности, и все, к кому мы приходим, они не отказывают, да, и оказывают помощь. Вот еще один вопрос к Ксении, потому что во второй части к нам уже другой юноармеец, другая ваша коллега присоединится. Ксения, что самое важное вы выносите для себя из вот этой организации? Что она вам дает по поводу успешного выступления в строевом шагу с песней и замечательных баллов? На самом деле юноармия как движение, она дает много новых знакомств, помимо какого-то опыта, который приобретаешь на соревнованиях, во время подготовки. То есть это интересно, каждый заинтересован в этом движении и рассказывает что-то свое в нем. Спасибо. Напомню, что у нас в гостях начальник штаба местного отделения военно-всероссийского военно-патриотического общественного движения юноармия городского округа Люберцы Алексей Андреевич Черкасов, и также гостью первой части была Ксения Аночкина, а вот во второй части к нам присоединится Ангелина Гриневицкая. До встречи. Напомню, что эта программа «Открытый диалог», и сегодня у нас в студии начальник штаба местного отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения юноармия городского округа Люберцы Алексей Андреевич Черкасов, и еще представитель замечательного корпуса юноармейцев Ангелина Гриневицкая. Здравствуйте, Ангелина. И вам тогда сразу первый вопрос, который я и Ксении задавал. Вы-то как попали в это замечательное, но все-таки такое немножко военизированное общество? Ну, тогда я скажу так. Я прекрасно помню, это было год назад, я интересовалась деятельностью своего отряда, потому что я же вижу фотографии, ребята куда-то ездили, что-то заняли. Мне это было интересно. Но вот так случилось, что меня заметила руководитель моего отряда Немцова Ирэна Владимировна, и когда она предложила, ну, Ангелин, ты пойдешь, я хоть и сказала сначала, ну, может быть, как-нибудь, через годок. Ну, было ощущение, что уже пойду. Но я сказала, да. Но это же все равно какая-то ответственность, которую ты на себя берешь. Поэтому нужно все-таки подумать перед тем, как дать ответ. И вот уже прошел год. И, честно говоря, если бы я тогда сказала нет, я бы... Поступила неправильно. Я бы поняла, да, что я поступила неправильно. Теперь я не представляю, что было бы со мной, если бы я сказала нет. Ух, какая интересная прям любовь, любовь к этому движению. Может быть, поэтому, Алексей Андреевич, так много участников. У меня тогда такой вопрос. А с какого момента человек, ну, ребенок может поступить в вашу организацию? То есть какие возрастные ограничения, как у нас принято говорить? С 8 лет. С 8 лет? Да. С 8 лет и до? Ну, до 18 он является как участником. И после 18 он автоматически не исключается, но он остается как бы в юнармии. Почему именно сегодня юнармия все-таки воспринимается как организация, имеющая вектор такого военного направления? Означает ли, что это не просто патриотическое воспитание, но и подготовка, может быть, к каким-то суровым временам? Нет, конечно, ни в коем случае рассматривать именно юнармию как подготовка к суровым временам, тем более в военном отношении, я считаю, нецелесообразно. Да, это, наверное, неправильно, потому что военная составляющая юнармии это как одно из направлений. То есть есть и волонтерское направление, и экологическое направление, и информационное. То есть дети занимаются различными мероприятиями. Обычно у нас нет такого, что один отряд занимается всеми направлениями. Кто-то больше предрасположен к военной тематике, кто-то к спортивной, кто-то волонтерством занимается. То есть сначала такая универсализация, а потом уже конкретизация. То есть военное направление, это оно как, ну, наверное, способ работы. Потому что, ну да, многие есть офицеры запаса, которые у нас работают с юнармейцами. Но, как считают некоторые, нет такого, что обязательно армейская муштра, все по струнке, и вот потом в армию шага марш. Нет, такого нет. В первую очередь идет работа в коллективе, к юнармейцу прививаются вот эти навыки общения, социальных коммуникаций. Соответственно, взаимопомощь, они друг другу помогают. Они проходят различные препятствия на тех же спортивных играх, когда друг другу помогают. То есть такое преодоление препятствий и, ну, в глобальном смысле этого слова, и понимание чего-то личностного, чего-то коллективного, и создание для себя, ну, какой-то, может быть, жизненной модели, что когда они выйдут во взрослый мир, да, то там их могут ждать какие-то препятствия, их нужно преодолевать. Иногда одному, иногда совместно. Ну, не без этого. Совместно, конечно, это им будет проще. Конечно. Ну, и когда они попадают, ну, не в экстремальной ситуации, вот, ну, то же самое соревнования где-то, и же областные, в какой-то степени это экстремальная ситуация, потому что... Надо выиграть. Надо выиграть, естественно, да. И слаживание происходит еще более... Еще теснее, сплотим людей. Да, еще более теснее, и... Откуда-то тоже мне эта фраза пришла. Соответственно. Александр Ильич, вот вопрос сейчас к Ангелине, если позволите, да, тут же самое. А как вы считаете, вот в чем патриотизм такого воспитания? Можно ли, примерив на себя форму такую юно-армейца, но тем не менее, все-таки с таким элементом военизированности, говорить, что вот я теперь патриотка? Или для этого что-то надо еще сделать? Ну, я не хочу сказать, что, чтобы назвать себя патриотом, нужна форма. Это все-таки любовь к родине, знание истории должно быть у тебя в душе и сердце. А вот по поводу, скажу, и волонтерства. Мы же встречаемся с ветеранами, мы с ними разговариваем. Происходит передача эстафета поколений, передача знаний, умений все же. Наш отряд, кстати, вступил в волонтерское движение. То есть мы все волонтеры, мы помогаем. Мы собираем подарки, отвозим их в онкоцентр, то есть помогаем детям. То есть разное направление помощи, да? И ветераны, и дети, и вот сейчас, может быть, да, к 23 февраля, к 8 марта, опять же, поздравления тем слоям. Письмо солдату мы писали. Письмо солдату, а впереди у нас, опять же, 9 мая, да? Да, вот мы рисовали еще рисунки, тоже открыточки делали. А вот по поводу военной составляющей, вот наш отряд, мне кажется, он известен, люберетские кадеты. По крайней мере, он на слуху находится. У нас места бывают разные, и первое, и второе, и третье, и четвертое. Но мы же не отчаиваемся. Вот, например, в дисциплине «Ворошиловский стрелок» мы заняли третье место. Ну, значит, в следующий раз. В следующий раз мы покажем лучшие результаты. Все время первые места тоже неинтересно занимать, некуда ж расти будет, правильно? Необходимо, чтобы преодолевать препятствия. Алексей Андреевич, еще такой вопрос. Опять же, понятно, что скептики, я имею в виду даже не скептики, а те, кто пока не знает, куда направить своего ребенка. Он может хорошо петь, хорошо танцевать. Ну, как родителям, нормальным родителям кажется, что их ребенок умеет все. Вот, что бы вы посоветовали тем людям, которые, ну, чем может привлечь их ребенка сегодня юнармия? И что надо, кстати, сделать для того, чтобы попасть в ваши ряды? Написать какое-нибудь заявление или чего? Для того, чтобы попасть в ряды юнармии, вот если касаемо отрядов, которые у нас существуют на базе образовательных учреждений, необходимо обговорить это с руководителем отряда в школе, получить комплект документов, ну, точнее, не получить, предоставить комплект документов, заявление согласия на обработку персональных данных, медицинская справка там определенного образца, вот, и предоставить эти документы командиру, руководителю отряда. И, соответственно, потом на заседании штаба местного отделения все поступающие в юнармию будут рассматриваться, и уже решением штаба... То есть, кого-то могут даже не взять? Ну, пока... Такого не было. То есть, мы берем всех желающих, даже если... Потому что идут лучше. Ну, конечно. Даже если ребенок какие-то имеет медицинские ограничения, да, в любом случае мы его берем в юнармию, но руководитель отряда знает то, что на тех или иных мероприятиях, где нужна физическая нагрузка, он не принимает участие, ну, он принимает участие, ну, как поддержка, допустим. Мы сейчас еще поговорим о тех людях, которые работают, я имею в виду, о взрослых, которые работают в вашем коллективе. А сейчас вопрос к Ангелине. А как принимают юнармейцы? Это чего происходит? Знамя целуют, там, становятся на ногу? Или как происходит этот процесс? Торжественная клятва? Да, получается, это целое полноценное посвящение. Мы все строим, заходим в зал, становимся, все красиво. Происходит доклад, что юнармейцы прибыли к посвящению. Дальше все мы произносим клятву юнармейца, нам вручают книжку, берет, мы встаем обратно в строй. И ощущение гордости свершилось. Ну, вот какая-то дрожь все-таки берет. Это так и должно быть. Алексей Андреевич, скажите, а кто эти люди? Вот вы уже частично... Ну, мы как-то с вами уже общались на эту тему, но все равно давайте мы еще раз пробежимся по этим вопросам. Но кто является преподавателем? Кто эти люди? Есть ли у них специальное образование для этого? Имеют ли они право этим заниматься? Потому что у нас сейчас есть еще и со стороны государства документальная, скажем, составляющая, что не каждый может так просто прийти и стать педагогом. Кто у вас работает? У нас с руководителями отрядами работают сотрудники общеобразовательных учреждений, то есть учителя, которые есть в школе. Которые, соответственно, и подчиняются руководителю школы. И который, поскольку он отвечает за всех детей, также отвечает за детей, которые находятся в юнормейском отряде. То есть нет такого, что это какой-то обособленный отряд где-то за территорией школы, и с ним занимается не пойми кто. То есть это, соответственно, сотрудники, которые имеют определенную подготовку, могут работать с детьми, и которые работают не сами по себе, а под руководством опытных людей. Ну, то есть это уже организация-организация. Прямо скажем, не кружок, а умелые руки. Ангелина, еще такой вопрос. В последнее время даже министр обороны говорил об этом, что количество желающих девушек прийти в армию, причем в самых разных отраслях, если, скажем так, в мое время, я помню, очень редко, и в основном это были работники, ну, скажем там, писарь, вот такие какие-то должности, то сегодня некоторые девушки прям хотят идти на реальную военную службу. Вот у вас, или, может быть, у ваших подруг по организации есть такое желание, может быть, кто-то и хочет дальше продолжить свою военную составляющую? Вот про подруг, про своих товарищей я сказать не могу. В секрете держит, понятно. Ну, пока не поступим. Но за себя я скажу следующее. У меня есть небольшая как мечта, желание, может быть, у меня получится поступить в военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге. Военный врач. Да, и я надеюсь, что юнармия для меня это станет небольшим как трамплином, чтобы туда попасть. Ну, и, Коля, речь пошла о трамплине. Такой вопрос Алексею Андреевичу. Вот дает что-то юнармия ребенку, который стоит перед выбором? Продолжение, скажем, учебы, переход на стадию высшего образования. Что дает юнармия? Ну, непосредственно, когда он учится, уже говорили, что ему дает. А вот при поступлении касаемо высших военных учебных заведений даются дополнительные баллы. Если у юнармейца есть юнармейская книжка, он в юнармии не менее одного года. То есть это как дополнительные баллы при поступлении. Ну и, соответственно, если идет в гражданские высшие учебные заведения, предоставляется характеристика от юнармии, рекомендация, если он себя хорошо зарекомендовал, когда был юнармейцем. Поэтому мы способствуем всем ребятам, которые куда-то идут, чтобы их приняли, потому что они состояли в юнармии. Ну что, нам остается поздравить вас. Это же говорю, это редкий случай, одновременно можно с двумя праздниками. Конечно же, Алексей Андреевич, мы поздравляем с Днем защитника Отечества. И Ангелине даже два можно поздравления сделать. И с 23 февраля, потому что она собирается все-таки стать военным врачом, а это очень ответственная работа. И всегда уважение к женщинам, которые выбрали вот такой сложный военный путь. И, конечно же, с 8 марта. Спасибо. Которая, кстати, по старому стилю, опять же, 23 февраля. Видите, какое совпадение. Спасибо огромное. У нас в студии находились начальник штаба местного отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Городского округа Люберцы, конечно. Это Алексей Андреевич Черкасов и Ангелина Гриневицкая. В первой части гостей нашей студии была Ксения Аночкина. С вами был Николай Пивненко. В программе «Открытый диалог». Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова